Что там происходит на заднем плане? Можно лишние шумы убрать? Всё, пошла запись, тишина на площадке, пожалуйста, ребят. Давайте посерьёзней. Так, сегодняшний блог я посвящу теме «Как я стала тренером». Мне поможет Игорь, это мой парень, он вот там и сидит на заднем... Он вот там... Я не показываю тебе. Так он не посмотрел, около не снимать. Он сидит, значит, у нас за кадром. Он будет у меня всё спрашивать, а я буду вам рассказывать. Так, всё, я пришла в студию. Да, здравствуйте. Что вы хотели спросить у меня? Люба, расскажи многим подписчикам, будущим подписчикам, интересно, как же ты стала тренером? Такой неожиданный вопрос. Совсем не была к нему готова. Спасибо большое, что спросили. Реально не ожидала, но, конечно, расскажу. Если начать издалека, всё началось с того, что моя бабушка работала в «Современнике» в театре. Я жила сама в городе Северск, у нас там был театр, назывался «Современник». Вот. Она у меня там работала гардеробщицей. Самая важная, короче, была у неё должность в этом театре. Очень большую часть своего детства я проводила в этом театре. Смотрела спектакли по несколько раз. Мне безумно вообще нравилось всё, что там происходило. Я смотрела на всё это с таким воодушевлением, просто вообще на все эти... Ну, парень. На все эти, значит, спектакли, какие-то танцевальные постановки. Я там безумно просто этим всем проникалась. Приходила домой. Я в кадр запрыгнула. И меня просто вообще распирало, как это всё круто. Лет было 6-7. Я вообще была мелкая. Все танцовщики и танцовщицы, они были в таких втягивающих комбинезонах. Брала мамины капронки. Вот здесь так сбоку на них делала дырочки. Натягивала просто вот так до подбородка эти колготки. Проделывала дырочки сбоку. И там танцевала, пыталась танцевать. Вот. Изображая, как будто бы это я балерина, прима. Танцами и творчеством я заболела очень рано. Потом я начала экспериментировать на своих близких. Ни один близкий не пострадал. Вот. Я своих двоюродных сестёр и брата заставляла готовить всяческие творческие номера, пока родителей не было дома. Там до истерии, до слёз. Слушайтесь меня. Я вам поставлю сейчас танец. Помню, делала какие-то там клипы. Короче, это всё у меня очень-очень давно с детства началось. Ну а потом в общеобразовательной школе я умом особо не блистала. В математике, по физике, по химии я вообще нифига не понимала. Для меня это вообще было просто что-то из области фантастики. Все эти двухэтажные примеры, уравнения. Для меня вообще язык, на котором со мной разговаривали учитель по алгебре и физике, просто был каким-то инопланетным. Марина Анатольевна, Татьяна Николаевна, привет. Я вас нифига не понимала. И всю школу я сидела на задней партии и рисовала. Мне доверяли какие-то стенгазеты. То есть довольно рано обнаружилось то, что у меня есть склонность к рисованию. Учитель рисования пришла ко мне домой и просто обязала мою маму отдать мне в художественную школу. Я училась в художке достаточно хорошо, у меня всё получалось. А в школе я тяготела только к русскому языку, к литературе. А вот остальные все предметы как-то вообще мне ставили тройки с натяжкой. И таким образом, у меня мама очень, на самом деле, в этом плане мудрая женщина. Вместо того, чтобы, как большинство родителей, сказать ребёнку, что пока ты по математике, физике не научишься соображать и понимать предмет, никакой тебе художки. Она, наоборот, смекетила, что доча в школе-то вообще как бы можно даже не пытаться. Она дала мне в художественную школу и начала по всей строгости спрашивать как раз в художке. Ну и всё, естественно, таким образом моя судьба как бы решилась. Но я всегда мечтала танцевать. Я училась в художественной школе, у меня было две страсти. Мне очень нравилось рисовать. Я всегда рисовала, как вспомнила, на всех уроках сидела и зарисовывала тетрадки вместо того, чтобы учиться. И вторая страсть у меня была к танцам. Очень хотела танцевать, но там уже тоже мама сказала, давай ты выберешь либо то, либо то, либо художка, либо танцы, потому что если будешь везде, то в итоге, короче, не преуспеешь нигде. Ну, естественно, я выбрала художку. И дальнейшую свою жизнь я тоже решила связать с творчеством изобразительным. Как раз я поступила на дизайн-институт и начала учиться на дизайнера. Параллельно я ещё выучилась на визажиста. Выучилась на визажиста. И, значит, где-то на четвёртом, по-моему, курсе института нам сделали, нашу физкультуру сделали в фитнес-клубе. Когда узнала, что нам делали физкультуру в фитнес-клубе, я там просто вообще больше всех прыгала от счастья, от радости. Первая побежала на эти уроки. Был инструктор, была, как сейчас помню, была очень крутая девочка, девушка, женщина. Вот. Я впечатлилась просто с первого занятия. Она провела обычно такую групповую тренировку какую-то силовую. И я просто настолько впечатлилась, загорелась всем этим, что решила обнаглеть и остаться ещё на уроке. Я подумала, что так, я незаметненько останусь, потому что мне одного занятия было просто мало. И позанимаюсь ещё. Я, значит, осталась, у меня всё так хорошо получалось, координация у меня хорошая была. И, значит, меня заметили руководители этого клуба. Не меня заметили, а заметили мою наглость, что я без спроса взяла и осталась директора этого клуба. И говорит, типа, а что это ты у нас осталась на занятие, которое уже идёт платное? Я там растерялась, переживала. Она говорит, раз ты такая выносливая, так тяготеешь к фитнесу, у нас есть на базе нашего клуба школа фитнеса, ты можешь выучиться. Я вообще просто, там, не знаю, от счастья не могла вообще, просто не могла поверить, что меня пригласили выучиться на тренера. Для меня тогда это было просто каким-то, не знаю, просто недосягаемой какой-то такой заветной мечтой, о которой я даже вслух боялась говорить. Я очень хотела. То есть раньше посещала какие-то там тренировки, эту эродику. И мне вообще просто безумно нравилось. И тут меня, значит, выделили, пригласили учиться. Я... А, и мне тогда сказали, я тогда пончиком тоже таким была, и мне сказали, поработай над весом, как бы, и всё нормально. И как бы курсы начинаются тогда-то, тогда-то. И я помню, я за месяц просто, как вообще нефиг делать, похудела на 11 килограмм, так я хотела. Вот, естественно, приехала домой, мама, всё, я хочу учиться на инструктора по фитнесу, пожалуйста, пожалуйста, разреши, там, оплоти и так далее. Ну, мама, конечно, не могла там не заметить мой горящий взгляд. Вот, она меня поддержала в очередной раз. И я начала учиться. Вот, я там старалась просто из кожи вон, я очень старалась, реально. Я там, не знаю, плакала, когда у меня что-то не получалось. Я всех дома просто своих затерроризировала, замучила. Я реально приезжала, включала музыку, говорила, так, всё, встаём, я начинаю тренировку. И на них реально отрабатывала все эти движения, училась слышать музыку. Ну, короче, я просто так старалась, как никогда, наверное. У меня такого стремления никогда в жизни, наверное, ни к чему не было. Я хотела именно освоить вот эту профессию. Я достаточно быстро выпустилась, очень хорошо выпустилась. Сразу буквально там через... То есть этот клуб, который меня обучил, они меня отвезли в другой фитнес-клуб, куда меня сразу же взяли на работу, где я прям сразу же очень хорошо стартанула. Там была девочка, которая работала, которая была на тот момент примой этого фитнес-клуба. Там был большой зал, такой прям новенький, отремонтированный. И маленький вообще зачуханский какой-то, там реально народу вообще никого не было. Меня сначала поставили в этот зачуханский зал, а вот эта девочка была в большом зале. Там прям большой зал, там прям такая сцена, типа есть, ну как, не знаю, подиум такой с микрофоном. Прям, ну, вообще народа много. Я где-то две недельки работала в маленьком зале. И один человек сначала пришёл на тренировку, второй, третий. И, короче, в итоге вот так вот через сарафанное радио в раздевалке все друг другу передавали, что у них там новая тренерша. И в итоге у меня вот в этот маленький зачуханский потный зал набралась такая толпа, что нас с этой девочкой поменяли местами. Меня поставили в этот большой зал, отремонтированный. Вот. А девочку перевели в маленький. Ну, на самом деле там реально слабенькая она была. Как потом выяснилось, просто в этом клубе не было ничего лучше. Что так может, конечно, нехорошо говорить, а просто констатация реальных вещей. Вот. Потом, через какое-то время, меня также пригласили на работу в тот клуб, в котором я обучилась. И я начала работать в двух клубах. Ну, там на самом деле очень такая долгая история, как вообще там всё это. Я в итоге просто потом ещё в третьем клубе работала. У меня реально была большая, просто мега-большая загруженность. Везде предлагали хорошие условия. Там один клуб, в который меня привезли, они мне начали снимать квартиру вообще рядом с клубом, чтобы мне было удобно добираться. То есть как бы там реально всё было замечательно. Ну, естественно, там в Сибири фитнес по-другому ценится, не как здесь, гораздо дешевле тренировки стоят. Получалось так, что я всё время просто работала. И, ну, естественно, получались какие-то там неплохие на тот момент деньги. Но мне даже некогда было их потратить в силу занятости. Вот. Как бы так вот произошёл как раз мой такой старт как фитнес-тренера. Я сначала была групповым тренером очень долгое время. Вот на данный момент я уже, наверное, 11 год работаю. Потом уже, приехав в Москву, также я здесь начала работать групповым тренером. Но поняла, что моей фигуре, моей форме, моей ситуации с широкой костью просто необходима тренажёрка. И начала я заниматься здесь тренером. Долгое время тренировалась. Вообще просто открыла для себя новый мир. Поняла, что это просто выход из моей ситуации, из моей вот этой вот проблемы. То есть я решила эту проблему с фигурой. Поняла, что только тренажёрка мне поможет. Поэтому я пошла на курсы специальные, вот, где обучают лучших тренеров тренажёрного зала. Обучилась на этих курсах. Ну, я на тот момент ещё даже, когда не обучилась, я уже там потихонечку кого-то тренировала. Потому что, ну, знаний достаточно. Вообще, групповым тренером тоже так просто не становится. Там тоже обязательно каждые, там, полгода нас тестируют, проверяют. Всё так же с нас спрашивают. Физиология, анатомия, биомеханика. Всё это есть. И когда уже я закончила курсы, выучилась на тренажёрный зал, уже стала совмещать. То есть я вела какие-то занятия групповые, какие-то в тренажёрном зале. На данный момент я сейчас веду только два групповых занятия в виде танцевальных направлений. Я веду танцы. И всё остальное время я уже тренируюсь и тренирую в тренажёрном зале. Почему меня привлекла именно тренажёрка, я объясню. Потому что здесь есть возможность состояться именно как тренер. На групповых занятиях нет возможности отследить и как-то помочь. Давай, граждан, твой минутка славы. Давай, позинг немножко. Да, укрась мой рассказ. Ты скучноват стал. Потому что там можно состояться, опять-таки повторюсь, как тренер. На групповых занятиях у меня нет возможности помочь именно человеку изменить себя, изменить своё тело на таких общих условиях. Но невозможно. Там всё достаточно среднестатистическая какая-то нагрузка идёт. Нет внимания к какому-то одному человеку. А здесь я беру конкретного человека и прохожу просто этот весь путь вместе с ним от и до. На моих глазах происходит та самая перемена в лучшую сторону, та самая трансформация. Это просто вообще, не знаю, я не могу передать своих эмоций, когда девчонки достигают своих целей, становятся там, не знаю, на размеры меньше, обретают фигуры своей мечты, улучшают здоровье. И они меня начинают благодарить и говорить, что там, не знаю, задаривать подарком. Говорят, Люба, ты изменила мне жизнь. Хотя я просто, не знаю, делаю свою работу. Но это реально дорогого стоит. Вот здесь есть возможность наблюдать прогресс определённого человека и быть полезной ему на 100%. Ну, это круто. То есть у тебя всё, ты состоялся как тренер. И я очень рада, что я состоялась именно в том деле, которое мне ближе всего. Реально вот у меня есть ощущение, что я нашла своё предназначение. Очень круто, что я имею возможность заниматься именно своим делом. То есть и доход мне приносит именно моё дело. Это вообще просто, ну, этот залог, наверное, счастливой жизни. Мне вообще очень нравится то, что всё произошло именно так, что я нашла себя именно в тренерской деятельности. И я на ваш вопрос, надеюсь, ответила. Вроде бы столько всего сказала, но на самом деле могу рассказывать об этом просто бесконечно. Но боюсь, что это вообще займёт, наверное, не один час вашего и моего времени. Поэтому пока что остановимся на этом. Вот, если что-то я ещё вспомню или вы захотите у меня что-то спросить, всегда буду рада вашим вопросам, всегда с радостью отвечу. Вот, а пока всем большое-пребольшое спасибо за ваше внимание. Обязательно подписываемся на мой канал. Ставим лайки. Всем клёвского настроения. Всё, пока-пока.